МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречный. В студии Анна Литвинова и вот о чём вы узнаете из этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы едины. Заречный вместе со всей страной отметил главный государственный праздник – День России. Поздравляю вас с этим праздником и хочу пожелать успехов в профессиональных и жизненном пути, здоровья, благополучия и всех благ. Рельеф 2017. На территории Городичинского района прошли тактико-специальные учения оперативного штаба Пензенской области. Время всегда хорошее. Театральная студия «Орликин» представила зрителю новую постановку. Наш спектакль о настоящей дружбе, как надо помогать друг другу, и о том, что в разные времена одни и те же ценности – это дружба и любовь. Подробнее об этих и других событиях. 12 июня Заречный вместе со всей страной отметил главный государственный праздник – День России. Около двух тысяч горожан, зрителей и непосредственных участников торжества пришли на Центральную площадь, где состоялся большой концерт с показательными выступлениями служб экстренного реагирования. Празднование Дня России в первом материале выпуска. Главный государственный праздник в Заречном отметили с размахом. Около трехсот человек приняли участие в масштабном торжестве на Центральной площади города. С Днем России зареченцев поздравили участники творческих коллективов, силовики, представители производственного объединения «Старт», руководство города и области. Что мне хотелось бы пожелать? Чтобы город Заречный становился краше, чтобы он становился комфортнее для всех нас, прежде всего для жителей города, ну и чтобы вам здесь было принимать комфортно своих родных, близких и гостей города. Ну а самое главное, чтобы в этот день и не только мы объединялись во имя нашей общей цели развития и динамичного развития нашего региона и нашего города. С праздником! Поздравляю вас с этим праздником и хочу пожелать успехов в профессиональных и жизненном пути, здоровья, благополучия и всех благ. С праздником вас, дорогие заречницы! В этот вот праздничный день я вас всех поздравляю с нашим любимым праздником – Днем России и желаю, чтобы наша страна была сильной, крепкой, ну а мы жили в этой стране счастливо и богато. В День России 10 зареченцев были награждены почетными грамотами Госкорпорации по атомной энергии и благодарностью генерального директора «Росатома». Отдельных почестей удостоилась София Борзова, учащаяся отделения народного вокала детской школы искусств. Семилетняя Зареченка завоевала гран-при областного музыкального конкурса «Край талантов», организованного гостей радиокомпании «Пенза». Девочке вручили похвальную грамоту главы города и ценные подарки. Соня, удачи тебе! Трудись, а мы тобой гордимся! Самой зрелищной частью праздника стали показательные выступления службы экстренного реагирования. Их открыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Дорогие завистицы, у нас установочное задержание транспортного следствия и преступников, находящихся в транспортном следствии. Своё мастерство продемонстрировали сотрудники Федеральной противопожарной службы, Управления гражданской защиты, медико-санитарной части. Показательные выступления провели и бойцы спецназа Росгвардии. Достойную смену бойцам спецназа готовят в детско-юношеском центре «Юность». Кирпичи этим ребятам разбивать пока рановато, но со стопкой горящих досок они справляются легко. Празднование Дня России завершилось большим полуторачасовым концертом, в котором выступили практически все творческие коллективы Заречного. Танцоры и цирковые, хоры, солисты, ансамбли, малыши и ветераны – все их номера были проникнуты одной идеей – любовью к родине, великой стране, в которой мы живём. Это наша, наша Россия, это наша, наша страна, тысячу лет, мы здесь были и жили, и остаёмся здесь жить навсегда. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 13 июня зареченские 11-классники сдавали очередной ЕГЭ по выбору. 34 выпускника заявились на ЕГЭ по биологии, 27 человек записались на английский язык. В рамках ЕГЭ по биологии 11-классникам предстояло за 3,5 часа ответить на 28 вопросов. Экзамен по инъязу состоял из 40 заданий, на решение которых давалось 3 часа. Результаты экзамена по биологии станут известны не позднее 27 июня, по английскому не позднее 30 июня. Как сообщает Рособорнадзор, в стране заявления на ЕГЭ по биологии сдали более 130 тысяч юношей и девушек. Что касается единого государственного экзамена по иностранным языкам, то тут разделение следующее. На сдачу ЕГЭ по английскому записались примерно 76 тысяч человек, по немецкому почти 2 тысячи, по французскому чуть более тысячи, по испанскому 179 человек. Основной период ЕГЭ 2017 закончится 1 июля. В экзаменах текущего периода принимает участие около 700 тысяч российских выпускников. Зареченские 11-классники успешно сдали единый государственный экзамен по информатике. Средний балл стал выше прошлогоднего и составил 62,8. Лучше всех в городе ЕГЭ по информатике написал выпускник гимназии номер 216 дедакт Евгений Муха. Его результат 94 балла. Отличные результаты показали зареченские 11-классники на базовом ЕГЭ по математике. Все 211 выпускников, сдававших обязательный экзамен, справились с заданиями. Более 98% школьников написали математику на пятерку. Всего 4 человека получили тройки. А вот итоги обязательного государственного экзамена по математике у девятиклассников немного хуже. В среднем на нетвердую четверочку. 15 человек не смогли преодолеть минимальный порог 8 баллов. Зареченские школьники примут участие в нескольких отраслевых сменах школы Росатома. Летом 2017 года профильные смены корпоративного образовательного проекта состоятся в России, Болгарии и Финляндии. Кутевки распределяются на конкурсной основе среди победителей мероприятий для талантливых детей, прошедших в течение учебного года. Вместе с ребятами из других городов присутствия госкорпорации Росатом, поездками на летний отдых награждены и юные зареченцы. В июле на отраслевую смену в санаторно-оздоровительный комплекс «Камчая» в Болгарии отправятся семь наших школьников. Это участники конкурса дизайн-проектов интерактивного парка под открытым небом «Эврика». Состязание юных дизайнеров в марте этого года провел Зареченский центр детского технического творчества. Поездкой на отраслевую смену во Всероссийский детский центр «Океан» награждены участницы студии «Автор Дворца творчества детей и молодежи» Юлия Михалкина и Наталья Музыка. Девочки отмечены за активную работу на конкурсе фестиваля «Атомсфера». Творческий форум юных журналистов, организованный в городе Лесном, стал началом работы нового электронного издания «Росатомскул». Кроме того, в «Океан» поедут победители конкурса юных педагогов школы «Росатома» Сергей Рудаков и Юлия Котельникова. Участниками отраслевой смены школы «Росатома» в международном полилингвальном лагере в Финляндии станут 5 учеников гимназии 216 дедакт. Подробнее о летнем отдыхе участников проекта школы «Росатома», итогах за прошедший год и планах на будущее, нам расскажет муниципальный координатор проекта Ольга Головачева. Встреча с гостем после рекламы, а пока перейдем к другим темам выпуска. Три зареченца за четыре дня пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Двое из них – пожилые люди. В первом ДТП телесные повреждения получил 74-летний велосипедист. На проспекте Мира у дома номер 64 он совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат». В другом ДТП травму получил водитель иномарки 1992 года рождения. Он нарушил правила дорожного движения при обгоне, в результате чего не смог разъехаться на «Хюндай» с легковушкой «Рено». Авария произошла рано утром 11 июня у АЗС, расположенной вблизи мебельной компании «Лером». Третьим пострадавшим стал 76-летний велосипедист. ДТП произошло 13 июня около 8 утра недалеко от производственного объединения «Старт». Пенсионер ехал на велосипеде со стороны улицы Ленина к заводу. В какой-то момент пожилому мужчине стало плохо, и он упал на проезжающий в попутном направлении автомобиль «Ниссан Кашкай». По предварительным данным, в результате аварии пенсионер отделался легкими ушибами и был госпитализирован в медсанчасть на обследование. Оперативный штаб Пензенской области провел тактико-специальное учение «Рельеф-2017». На территории Городищенского района отрабатывалось взаимодействие различных ведомств при проведении антитеррористических мероприятий, в том числе на участке лесистой местности. О готовности подразделений спецслужб к решению поставленных задач узнаем из материала Светланы Теплухиной. В Городищенском районе Пензенской области обнаружены и обезврежены две группы террористов. Таков итог – тактика специального учения «Рельеф-2017», проведенного оперативным штабом региона. По легенде учения, группа террористов совершила вооруженный налет на расположенный в Городище территориальный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области и подорвала ехавший по федеральной автодороге автобус с болельщиками Кубка конфедерации FIFA 2017 года. На теракты оперативно отреагировали правоохранительные органы, спасательные и медицинские подразделения Городищенского района. Благодаря грамотной и слаженной работе сотрудников всех структур последствия терактов были ликвидированы, пострадавшим оказана помощь. Одну группу террористов задержали, а другая скрылась в лесном массиве. В связи с этим в продолжении учений по решению начальника управления ФСБ России по Пензенской области на территории Городищенского района была объявлена контртеррористическая операция. Для ее проведения была направлена группировка регионального оперативного штаба. Руководитель оперативного штаба принял решение о силовом уничтожении группы террористов. В результате проведения оперативно-розыскных и боевых мероприятий преступники были обезврежены. По информации пресс-службы управления Федеральной службы безопасности России по Пензенской области, все задачи учения выполнены. Их результаты позволили оценить готовность правоохранительных органов и всех экстренных служб региона к действиям в случае возникновения подобного рода угроз безопасности. Сразу после выпуска новостей смотрите на нашем канале программу «Вопросы есть». Одна из тем выпуска – порядок реализации социальной выплаты, полученной молодыми семьями участницами жилищной программы. Не может быть эта выплата использована на приобретении жилья у близких родственников, у бабушек, дедушек, супруга, супруги, внуков, родителей, в том числе усыновленных. Полный ответ исполняющего обязанности начальника отдела администрации Заречного Эдуарда Дементьева смотрите в программе «Вопросы есть». Кроме этого, в выпуске специалисты предприятий и организаций города расскажут, почему необходимо провести четыре этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. Почему отремонтированная дорога на улице Конституции СССР имеет неоднородную поверхность? Будет ли работать большой бассейн в женском отделении городских бань? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в программе «Вопросы есть». Смотрите передачу после выпуска новостей на канале «Заречный». Театральная студия «Орликин» порадовала зареченского зрителя новой постановкой. Спектакль «Время всегда хорошее» – это рассказ о дружбе и любви, о тех ценностях, которые остаются неизменными в любые времена. Финансовую помощь на постановку студия получила от Пензенского фонда местного сообщества «Гражданский союз», став победителем конкурса мини-грантов «Твоя инициатива». Специально для этой постановки были созданы новые декорации, костюмы, световое оформление. На премьерном показе побывала Светлана Теплухина. Вместе с актерами театральной студии «Орликин» зрители совершают путешествия во времени. Спектакль «Время всегда хорошее» – это история о том, как школьница 21 века и мальчик из века 20 меняются местами и учатся жить в новой реальности. Каких-то 40 лет назад мир был совсем другой, жизнь была совсем другой. И оказывается, это настолько сильно отличается. И я думаю, что это очень хорошо, что ребята имеют возможность узнать, как тогда жили пионеры, и как сегодня живет сегодняшний ребят и сегодняшняя молодежь. Чтобы понять, как жили и что чувствовали их сверстники в далеком 78-м году, юным актерам пришлось потрудиться. Мы долго работали, потому что на самом деле сейчас современным детям сложно представить, что такое пионерский галстук, что такое не носить сережки в школу. И вообще, да, самое главное времяпровождение – это друзья во дворе. Вы что, это наизусть знаете? А-а-а! Пионер всегда смело стоит за брамом. Нет, настойчиво учения. Пионер честный, смелый товарищ. И что, у вас тут все такие? Оказывается, не все. Именно благодаря девочке из будущего пионеры начинают понимать, что такое настоящая дружба и взаимовыручка. И что иногда нужно иметь смелость отстаивать свою точку зрения и защищать справедливость, даже если все против тебя. А мальчик из прошлого помогает школьникам 21 века почувствовать прелесть живого общения и настоящих, а не виртуальных разговоров. А главный урок, который получают все герои этой фантастической истории – общий на все времена. Главное в любом времени оставаться человеком. Не предавать, ценить превыше всего любовь и дружбу. Это на любые времена самые главные ценности. Наш спектакль о настоящей дружбе, как надо помогать друг другу. И о том, что в разные времена одни и те же ценности – это дружба и любовь. На этот спектакль нужно идти всей семьей. Мамам, папам, бабушкам и дедушкам он позволит вернуться в пионерское детство, пусть и совсем ненадолго. А современным школьникам даст возможность увидеть себя и свою жизнь со стороны, пусть и в несколько преувеличенном, утрированном виде. А всем вместе подарит целый час увлекательного, веселого и поучительного зрелища. И снова припомним забытый закон, у времени нет несчастливых времен. Светлана Теплухина, Ильдара Бульханов, телерадио компания «Заречный». Папин квест. Под таким названием прошел второй этап городского конкурса отцов «Лучшее призвание быть папой». Родительские состязания стартовали еще в феврале. Тогда участники представляли себя и принимали участие в викторине. Теперь пап ожидало новое испытание. Вместе со своей семьей им предстояло путешествовать по площадкам, расположенным на территории спортивно-культурного комплекса «Союз». И выполнять различные задания, направленные на сплочение всех членов семьи. Подробности у Елены Степкиной. Андрей Тюканкин решил бороться за звание лучшей папы, когда нашел приглашение в одной из соцсетей. Дом культуры дружбы призывал зареченцев поучаствовать в конкурсе отцов. Жена и два сына Андрея, Матвей и Михаил, его идею поддержали с радостью. У нас замечательный папа, у нас очень заботливый, очень ладит с детьми. Папа научил всему, чему только можно, детей. Мы его очень сильно любим, очень сильно за него болеем. Андрей настроен серьезно и решительно. Впрочем, так он всегда берется за любое новое дело, не теряя при этом чувства юмора. Главное участие или победа? Только победа. Вот только первое место, а потом, соответственно, область, Россия и чемпионат мира по отцовству. Первого места достойны все участники, уверяют организаторы конкурса отцов. Лучшее призвание быть папой. Но, как и в любом соревновании, победитель будет один. Его определяют по результатам четырех этапов. На каждом нужно набрать как можно больше баллов. Очередным испытанием стал «Папин квест». В нем можно было участвовать всей семьей и даже привлекать друзей и родных, готовых помочь конкурсантам справиться с заданиями. У каждой команды есть свой маршрутный лист, согласно которому они передвигаются. И на каждом этапе человек, ответственный за этот этап, ставит количество баллов. Потом все это суммируется и объявляется. Во время выполнения конкурсных заданий участники демонстрировали силу, ловкость, смекалку, актерское мастерство. Одним из сложных испытаний предполагали организаторы. Станет этап, где родители среди детских рисунков будут определять работу своего ребенка. Но многие мамы и папы с легкостью справились с этим заданием. Дети рисовали папу. Если вас первые попытки отгадываете, учаите 10 баллов. За второго осенью. Когда у тебя. Все так управляем. 100%. Проверяем. 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 Вот баллов. Победители и призеров городского конкурса отцов определяют по сумме баллов, набранных при прохождении всех этапов. Участникам осталось преодолеть два. Папин слет, где за круглым столом отцы будут обсуждать проблемы воспитания и семейного досуга. И самое яркое и зрелищное испытание – творческий конкурс. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Зареченская команда «Стартсоюз» возглавила турнирную таблицу чемпионата Пензенской области по футболу среди взрослых команд. Выйти в лидеры наши спортсмены смогли после матча с вице-чемпионами 2016 года командой «Грасс» из Грабова. В игре на выезде «Стартсоюз» обыграл хозяев со счетом 1-0. Автором единственного гола стал Максим Терзов. «Заречный» присоединится к проведению Кубка Конфедераций. Восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Новый проект поддержки футбола и пропаганды активного образа жизни был презентован в День России в Центральном парке культуры и отдыха. В нашем городе будет проведен футбольный фестиваль, который будет в себя включать как турнир, который пройдет в том же формате, что и Кубок Конфедераций, и будет организован коллективный просмотр матча чемпионата Кубок Конфедераций. Будут проведены различные активности, розыгрыш, лотерея, викторины, будут выступать музыкальные коллективы, какая-то культурная программа. То есть мы хотим создать такую качественную площадку по образу и подобию с европейскими фан-зонами. То есть мы хотим привнести в город новые форматы различных массовых мероприятий. В Заречном продолжаются спартакиады детских оздоровительных лагерей. Уже прошли соревнования по дартсу, командному бегу, легкоатлетической комбинированной эстафете. 13 июня на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» юные зареченцы состязались в скиппинге, прыжках через скакалку. В команду ходит 6 человек, и мы считаем самое наибольшее количество, сколько они пропрыгают за 2 минуты. Если я остановился, то не засчитывается. Засчитывается только когда, когда он опять начинает завершать свой прыжок. Для участия в соревнованиях было заявлено 7 команд. Правила простые. Кто сделает больше прыжков в установленное время, тот и победил. Более подготовленными к состязанию по скиппингу оказались девочки. Судьи едва успевали подсчитывать за некоторыми из них результаты. Кто из юных зареченцев стал лучшим прыгуном со скакалкой, станет известно после завершения первой смены в городских детских лагерях. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой встретимся с гостем. Сегодня им станет муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Ольга Головачева. Не переключайтесь. У тебя скоро школьный выпускной? Приходи 23 июня на площадь ТЮЗа и участвуй в ежегодном конкурсе ТРК «Заречный» выпускники. Призы и подарки от спонсоров уже ждут победителей. Кто знает, может это будешь ты? Подробные условия конкурса в эфире телеканала «Заречный» и на портале городзе.инфо. Возрастное ограничение 0+. Медиклиник. Современная многопрофильная клиника. Инновационные медицинские технологии. Врачи более 40 специальностей. Медиклиник. Путь к здоровью всей семьи. Сенсация! Только до 1 июля успей заказать окно под ключ всего за 8900 рублей. Звони и записывайся на замер. В компании «Ревстрой». Выпускники 2017. Спонсоры проекта. Строительный холдинг «Термодом». Ювелирный магазин «Жемчуг». Аптово-розничная сеть «Хит сезона». Салон нижнего белья «Соблазн». Фитнес-клуб «Спортзона». Салон красоты «Бархат». Генеральный спонсор проекта. Магазин «Наша дача». Превратите труд в удовольствие вместе с магазином «Наша дача». Огромный выбор семян, грунтов, удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей, укрывной материал и садовый инвентарь. Приходите в магазин «Наша дача» по адресу Заречный, улица Комсомольская, 12-2, бывшее отделение Сбербанка. Телефон 25-67-97. Оборудование «Тамаша» будет производить высококлассный бензин. «Росатом» отмечен правительством за вклад в экологию. «Снежинску» рассказали о легендарном министре. Смотрите в среду в 20.00. Выпускники 2017. Спонсоры проекта. Компания «Арбякова Мотор». Салон красоты просто. Магазин электроники и техники «Прайм». Отдел «Чайные традиции». Салон мужской одежды «Кэжуал». Генеральный спонсор проекта. Магазин «Наша дача». Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи. Ваша защита и безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем выпуск новостей на канале «Заречный». И у нас в гостях муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Ольга Головачева. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте. Ольга Васильевна, подходит к концу учебный год и вместе с тем год в проекте «Школа Росатома». Давайте подведем итоги, что успели сделать и как оцениваете работу проекта. Я не буду анализировать прошлые годы, я конкретно о реализации в этом году проекта «Школа Росатома». Но у нас чуть меньше педагогов участвовало в конкурсе, но по объективным причинам. У нас участвовало три педагога, два из них вышли в полуфинал, а вот победителем и финалистом стала одна, это Липатова Кира Александровна из школы номер 226. Активнее стали принимать участие в конкурсе воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Их в этом году участвовало уже девять человек. Четыре человека прошли на дистанционную защиту, и один участник стал полуфиналистом. Это по педагогам. По-прежнему два учреждения, детский сад номер 7 и гимназия номер 216 «Дидакт», они продолжают участвовать в сетевом сообществе проекта «Школа Росатома». И по-прежнему мы принимаем активное участие в конкурсе мероприятий. И в этом году в нашем городе проходило два мероприятия. Системное Атом ТВ и еще одно мероприятие для талантливых детей – это парк под открытым небом Эврика. По результатам года у нас достаточно много детей получают путевки в летний отдых в лагерь «Орленок». В этом году впервые в Болгарию, в Камче. Впервые в лагерь «Океан» – это в Владивостоке. И очень интересные учебные сборы под Саровым будут. Вот в основном итог. За год где-то в среднем привлекается реализация проекта. Департамент образования привлекает в город где-то в этом году приблизительно 5 миллионов. 4-800 тысяч. Ольга Васильевна, а помогает ли город реализации проекта? Да, конечно, помогает, потому что без поддержки городских муниципальных учреждений один департамент образования мало что смог бы сделать. Тем более, что конкурсы мероприятия называются «Конкурсы на право проведения муниципалитетом». То есть, кроме того, что нас очень поддерживает глава города, поддерживают все муниципальные учреждения города. Это и департамент культуры, и ваша телерадиокомпания, и автотранспортные предприятия, и комбинат школьного питания. Всем вам, конечно, большое спасибо за это. Ольга Васильевна, с проектом «Школа Росатома» и мы, и наши телезрители, и все уже горожане давно познакомились, много о нем знают. Это уникальный проект, в первую очередь созданный для детей, для их образования, для их совершенствования каких-то знаний и навыков. Скажите, пожалуйста, но это же не только дополнительное образование. С моей точки зрения, проект «Школа Росатома» позволяет детям найти какую-то свою стезю, да, и потом уже в будущем реализовать себя именно в этом направлении. Как вот с вашей точки зрения? Ну, да, вы правы. Кроме того, что проект «Школа Росатома» целью ставил организацию высококачественного образования в любом месте проживания ребенка. Второе – привлечение инновационных, новых, технологических, технических средств обучения. И третье – то, о чем вы сказали. То есть через образовательные события, через мероприятия для талантливых детей помочь детям определиться с выбором будущей профессии. Они, участвуя в мероприятиях, вот, например, в этом году, вот, в этом мероприятии дизайнеров, конкурс дизайн-проектов, они пробуют на вкус профессию, которую потом в дальнейшем, возможно, выберут, чтобы чуть-чуть определиться, нравится это или, а может, нравится. Вот это вот уникальность проекта в этом. И потом у них налаживается в процессе мероприятий, в процессе вот этого проживания образовательного события, кстати, в этом году впервые дошкольники приняли участие, у них налаживаются коммуникативные связи. И развиваются вот навыки цифрового взаимодействия и внутри школы, и между городами, и между образовательными учреждениями, как раз вот в рамках реализации каких-то своих проектных планов, мероприятий. Ольга Васильевна, вот можно ли сказать, что школа Росатома – это короткий путь выбора профессии? То есть можно пойти по стандартному пути, да, то есть отучиться в школе, в институте, выбрать свою специальность, а можно уже на ранних этапах выбрать направление и как бы идти по нему? Ну, может быть, я бы сказала, что лучше… Или это все-таки дополнительное? Да, это все-таки дополнительно к выбору. Вот скорее проект школы Росатома и участие детей во всяких мероприятиях, конкурсах, это позволяет определиться, в какой институт пойти. То есть вот уж точно разобраться, пойдешь ты в дальнейшем в технический или все-таки какой-то творческий, гуманитарный выберешь вуз, вот это, наверное, поможет. Но в любом случае с будущим, с будущей профессией, с будущей специальностью это связано напрямую? Ну, я думаю, что да, очень тесно связано. Ольга Васильевна, понятно, что проект школы Росатома в первую очередь создан для образования детей, для их определения себя, нахождения себя, но без педагогов процесса образования не существует. Вот как влияет проект школы Росатома на повышение профессионального уровня педагога? Вот здесь как раз проект школы Росатома, он идет в ногу со временем и даже чуть-чуть опережает его. И поэтому одной из целей вот этого проекта как раз обмен, развитие инновационных методик преподавания. Потом, причем не только инновационных методик, но и российских педагогических методик, которые уже были, вот они позволяют как-то посмотреть их поближе, внедрять в свой арсенал педагогу. И проект, он активно сотрудничает с молодыми учителями, но не совсем с молодыми, которые только пришли в школу, в школу или в образовательное учреждение, а с теми, которые уже начинают нарабатывать какой-то опыт. Вот это проект для них, для того, чтобы не погасить интерес к педагогической профессии и к тому, чтобы научиться общаться, научиться показать то, что ты умеешь уже делать. А у нас в городе система образования есть, в системе образования есть что показать, поверьте мне, потому что у нас с интересом очень другие города спрашивают и знакомятся с системой образования. Но есть что и посмотреть в других городах. И у них вот очень тесно налаживается контакт между учителями в других городах, между педагогами, не только учителями, а сейчас и воспитателями. На мой взгляд, этот проект подталкивает делать педагогов, а значит, это повышение своего личностного, профессионального уровня. Что немаловажно. Ольга Васильевна, в завершении нашей беседы хотелось бы узнать о планах на будущий год. Что запланировано в рамках реализации проекта «Школа Росатома»? Вот совсем-совсем близкие планы – это всех отправить в лагерь. Потому что очень хочется. Очень хочется. Дети первый раз поедут у нас в Болгарию в лагерь. В океан вообще первый раз. Потом у нас, говорю, учебные сборы под Саратовом. И туда тоже едут умненькие, хорошие дети. Да, причем сетевое взаимодействие помогло. Гимназия дедакт – пять человек. От них поедут в полилингвальный лагерь в Финляндию. Это очень интересно. Это все разноязычные дети будут. А дальше чуть-чуть уже по возрастающей, по мере отодвигания даты, мы планируем, Департамент образования планирует подать заявку на проведение вновь общегородского праздника 1 сентября. Первое, второе. Попробуем, может быть, вновь участвовать в конкурсе проведения финальных мероприятий. Ну а потом посмотрим, в сентябре будет семинар, будут новые конкурсы и Новый год. Ольга Васильевна, спасибо большое за беседу. Всегда рады видеть вас в нашей студии в гостях. Спасибо. У меня на этом все. Хороших вам новостей и до встречи на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!